Друзья, всем привет! Мы находимся на архипелаге Шпицберген. Сегодня у нас будет очень необычное видео. Я хочу поговорить с удивительным человеком, с которым мы познакомились здесь во время нашей трехдневной экспедиции на самую высокую точку Шпицбергена, гору Ньютон. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, потому что вас ждет очень много других интересных видео. Так вот, этот удивительный человек это Владимир. Владимир уже целых 5 лет живет на Шпицбергене, поэтому давайте же поговорим с ним и спросим, как вообще это возможно и насколько тяжело здесь жить. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что решили уделить время нам. Расскажите, пожалуйста, вы живете уже целых 5 лет. Как вообще вы пришли к этому? Как вы приехали сюда? Это специально планировалось или это воля случая? Ну, я приехал сюда на 2 месяца на самом деле в 2013 году. Поработать в пирамиде, потом поработал еще 2 месяца, потом решил поехать в Лангиер. И вот уже сколько? 5 лет. Ух ты! Затягивает. Арктика затягивает. Если вам нравится Арктика, то это очень распространенный термин, который называют арктическая болезнь. О, серьезно? Есть термин специальный? Да, да. Вот, тогда, наверное... Приезжают, остаются и потом уже лет через там 10 рассказывают, вот мы приехали как-то тоже на короткий срок и уже здесь 10 лет, и у нас уже здесь семьи и дом. То есть мы тоже, в принципе, наверное, подвержены арктической болезни. Возможно. Потому что мы предпочитаем северное направление. Вот вы жили в заброшенном поселке Пирамида. Как вообще сложно жить в таком закрытом обществе? Там же, насколько я знаю, очень мало людей. Ну, да, надо быть готовым к тому, что изо дня в день вы будете видеть одни и те же лица, очень ограниченный круг, и, в общем-то, род занятий поменять практически невозможно. Но, не знаю, мне никогда не было скучно. Я всегда находил занятия себе. Там можно себя развлечь, скажем так. Можно, можно. Единственное, что вам точно не удастся там сделать, это зависать часами в интернете, потому что там его просто нет. Представляете, в поселке Пирамида нет ни телевизора, ни интернета. Я вам больше скажу, даже практически полностью отсутствует мобильная связь. Обалдеть. Есть только одна маленькая точка, где, быть может, если вам повезет, вы сможете поговорить. То есть связь с миром абсолютно утеряна в этом поселке? Ну, практически, да. Вы же приехали из Москвы, то есть не откуда-то там, не из какой-то глуши. Вы приехали из столицы России. У вас период адаптации нормально прошел? Первые недели-полторы, наверное, было сложновато. Даже, я бы так сказал, очень сложно. А потом привыкаешь, успокаиваешься и принимаешь этот размеренный тип жизни за что-то естественное. Приехали сюда, и здесь же полгода день, а вторая полгода это ночь. Как вот к этому можно привыкнуть? Ну да, здесь, в общем-то, 4 месяца в году полярная ночь. Потом 2 месяца это переходно, когда у вас есть нормальный день и ночь, световой день и ночь. Потом 4 месяца солнце не заходит. И опять, соответственно, потом начинаются закаты и уход опять в полярную ночь. Ну, 130 дней в году нету солнца, видимого. Оно не поднимается. И что делать вообще? 130 дней в году полнейшая темень. Как организм на это реагирует? Ну, организм реагирует так, что, в общем-то, некоторые люди в депрессию впадают. Но я вам так скажу, вот по моему опыту, я для себя такие правила выработал. Вам нужно обязательно соблюдать режим дня, потому что, если вы в полярной ночи начнете ложиться, там, в 12 часов ночи, на следующий день, в 4 часа утра, вы будете себя чувствовать очень плохо. То есть, вы соблюдаете режим дня, нужно быть физически активным, выходить на улицу, короткие прогулки. Если вы работаете гидом, то вообще в этом проблем нет. Нужно хорошо кушать и общаться с друзьями. То есть, если вы, образно говоря, сидите дома, шторы зашторили и надеетесь, что завтра солнышко появится, но оно не появится ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через 5 недель. Оно появится через 4 месяца. Но я вам скажу, что многие мои друзья, я даже, наверное, сам могу сказать, что мне полярная ночь, может быть, даже нравится больше, чем полярный день. Потому что чувствуешь себя, ну, я бы так сказал, чувствуешь себя даже как-то уютно. Без солнца? Не то, что без солнца, а, допустим, выходишь утром, куда-то там пошел на гору, поднялся, чувствуешь себя таким маленьким существом на фоне природы, спустился в город. И ты уже рад, что вот в городе есть и святое, и теплое, и друзья твои, с которыми пообщаться можно. По поводу друзей. Вы приехали в другую страну, не то, что в другую страну, а вообще на другую территорию, на остров, который находится за полярным кругом, где практически живут одни норвежцы. Насколько легко с норвежцами, скажем так, задружиться человеку, который не из их среды? Они, в принципе, ребята общительные. Но я бы сказал, что прямо такими друзьями стать, я думаю, что не получится. Вот я провел здесь пять лет, у меня есть знакомый, но у меня нету как таковых друзей. У нас на самом деле очень большое различие в менталитете, очень большое. И, конечно, они все приветливые, ты идешь по улице, они тебя видят, вот привет, как твои дела, хорошо, да, все. Там вчера вот ездили туда на снегоходе или там, я не знаю, на лыжах ходили. И, ну, как-то большего какого-то контакта, я думаю, что... Не происходит. Не происходит. Вы говорите другой менталитет. А чем вообще норвежцы занимаются в свои выходные дни? Вот, например, сегодня 1 мая у норвежцев праздник. Они вот сегодня ездят на снегоходах везде вот здесь. И то, что они называют барбекю, это что мы по-нормальному называем шашлыки. И где-то там где-нибудь заедут на гору, пожарят эти шашлыки, посмотрят на природу и поедут назад. А может быть на лыжах тоже самое ходят. Ну, то есть у них активные виды отдыха. Да. Не лежат дома на диване. Нет, я вообще таких примеров не знаю. Чтобы норвежец лежал на диване, ну, он, наверное, прикидывается тогда норвежец. Он, наверное, инвалид, да. Или что-то с ним, да, что-то со здоровьем. Лонг-Ир, это столица острова Шпицберген. Здесь ходят слухи, что за пределы города нельзя выходить без ружья. Потому что большая вероятность встретить белого полярного медведя. Что вы скажете на это? Скажу, что не слухи, а на самом деле все так и есть. Находиться внутри безопасно. Любой выход за пределы города должен сопровождаться тем, что вы с собой берете оружие. Потому что, в общем-то, каждый год у нас случаются вещи, что приходят медведи практически в поселок. И потом их губернатор пытается либо вертолетом отогнать, либо снегоходом, либо, если это не работает, то там его стреляют, усыпляют, нежненько в вертолет кладут и перевозят куда-нибудь подальше и выпускают. А вообще, я так понимаю, что медведей запрещено убивать? Да, это не дай бог. Если вы убили медведя, первоначально вы находитесь под подозрением, и это, честно говоря, криминальная история. Обязательно будет следствие, и суд потом вынесет решение. Соблюли бы все меры предосторожности с тем, чтобы не допустить контакта медведя с человеком, либо нет. И если суд скажет, что нет, ну, это тогда уже серьезные последствия. То есть, вина полностью лежит на человеке. Опять же, медведи здесь хозяева, мы здесь гости. Хорошо, а скажите тогда практические рекомендации людям, которые вышли и по каким-то причинам встретили белого медведя, вот прямо лицом к лицу, что делать? Ну, я так всегда хочу сказать. Если они вышли и встретили медведя лицом к лицу, и если у них нет оружия, то, наверное, это их последняя встреча с дикой природой. Я единственное могу, что посоветовать, если у вас по какой-то причине нет оружия, что вообще-то очень-очень плохо. Единственное, что вы можете сделать, сбиться в одну кучу, кричать, размахивать руками, как-то пытаться этого медведя напугать. То есть, показать, что вы работаете как единый большой организм. Но, опять же, повторюсь, если вы встретили медведя, и у вас нет оружия, сигнального пистолета, винтовки, это дело может закончиться плохо. То есть, вы говорите, собраться в кучу. Если один на один, то у человека шансов нет вообще. Нет, нет. Нет. Медведь на короткие дистанции бегает быстрее, чем мировой рекордсмен на 100 метров современный. Ого. От него убежать нельзя. Есть такая шутка, в которой, как всегда, только доля шутки, что вам не надо бегать быстрее медведя, если вы вдруг в группе увидели медведя. Вам надо бегать быстрее своего товарища. Хороший совет. А у вас не было таких встреч лицом к лицу? Ну, прямо лицом к лицу не было, но были встречи неожиданные, когда мы его не видели, этого медведя. И потом этот медведь появился там в 50-60 метрах от группы. И как впечатление от увиденного хищника? Впечатление такое, что это, знаете, машина. Если он захочет, он вас догонит за пару секунд. Поэтому, как здесь любят говорить, при взаимном уважении животных и людей обычно конфликтов не происходит. Понятно. Так что вот такие дела. Вот вы так долго прожили в Арктике. Вы вообще видите себя в другом месте для жизни, кроме Арктики? Ну, я прожил в Арктике 5 лет. Привык к природе сейчас арктической. Я думаю, что может быть, если вот такую же широту взять только на южном полушарии. Может, там на каких-нибудь островах. Не знаю. Но мне нравится, мне нравится вот этот холодный климат, мне нравится снег, лед. Ну, а там кто знает. А вот подскажите, те люди, которые хотят приехать в Арктику, что вы им можете посоветовать? Что им нужно уметь, знать, какими навыками может обладать? Хочу сказать первое. Ребята, приезжайте, пока не растаяла Арктика. Это первое, что хочу какой совет дать. Второе. Всегда перед тем, как приехать, почитайте, что вообще люди пишут. Почитайте отзывы путешественников. Как нужно экипироваться? На что нужно быть готовым? Вот сейчас такая погодка, мы здесь сидим. Обычно такого, конечно, редко здесь увидишь. Обычно либо это ветер, либо может быть снег, а может быть снег и ветер. То есть, когда захотите приехать в Арктику, не стесняйтесь, берите хорошие теплые вещи, берите ветрозащиту. Ну и самое главное, конечно, здравый смысл спас гораздо больше жизни, чем любые книжки и наставления. Хорошо, Владимир, спасибо большое за то, что уделили время. Обязательно с вами еще будем держать связь. До свидания, спасибо. Друзья, если вам понравились такого рода видео, где я разговариваю с очень интересными людьми, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк таким видео. А я буду стараться искать для вас самую интересную и актуальную информацию. Пока-пока. 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 Пока-пока.